Интер Ту. Твой инструмент. Газ złота – глупо. Действительно у меня пятая премия. Часть печale взяли из моего камня Часть��면 хочу за моих карманов. Они профессионалы And нутика знаю как собираться Дастойная такая такая, достойная премия То есть не будем злить наших людей Анты exemplar. Нощих ап verbalов за то, что они порадовали нас У нас достойность нет Зазнак нет нет Мотивация одна, но мы должны показать достойный футбол. Все ждут от металлиста. Но сегодня вы видели, что такое латиноамериканский футбол на украинский манер. Я не только хотел себе подарок, а хотел бы, чтобы мы сделали подарок всем, в первую очередь, харьковчанам и не во вторую очередь всем болельщикам и всем тем, кто любит металлиста. Команда растет от игры к игре, поэтому я думаю, что мы будем тренироваться. Если каждое мое интервью будет давать такой результат, я готов с утра до вечера их давать в таком духе. Такие радикальные, да? Да, ну, послушайте, я не думаю, что кто-то из футболистов имеет хоть тень какого-то, знаете, тень обиды, потому что я с ними живу практически. То есть я живу вопросами команды, я без команды, я с ней это единое целое. Есть вот игра и есть все, все остальное вообще не важно. Скажите, Реонат Августа – это второй, Кислинг – это второй состав, ну, я извиняюсь. Если Кислинг – это второй состав, то у них любой состав ливеркузенского байера, я думаю, может надрать одно место любой команде. Ну, подождите, дайте порадоваться этому матчу. Ну, все-таки не каждый день выигрывает 2-0 у байера ливеркуза. Мы всегда ставим самые высокие задачи. Мы, как бы, президенты, главные тренеры, ребята, все, ну, мы думали только о первом месте. Сегодня, действительно, играли очень с большой самоотдачей. Ну, очень байер понравился, очень. И сегодня, ну, вот, действительно, команда высочайшего уровня. Ну, не зря она входит в топ-группу германского чемпионата. Я же говорю, я думаю, они не просто так. И Баварию обыграют, и в Лиге чемпионов они играют здорово в том году. Ну, я не думаю, что туда поедут сейчас все футболисты. Кому-то, конечно, я думаю, главный тренер даст отдохнуть, но это шанс будет тем ребятам, которые меньше играют себя правильно. Никакой формальности. Я думаю, поедем, будем играть. А каким составом, это уже... Ну, что касается турнировой таблицы, это да. Но будем играть на победу. Байер приличный раздражительный. Конечно, все мечтали о том, чтобы обыграть Байер. Эта игра была однозначно сложной, особенно в первом тайме. У Байера очень квалифицированные игроки, и они не давали нам разбежаться. Но мы хорошо начали второй тайм и довели игру до заслуженной победы. Всегда хорошо быть на первом месте. Мы много работали для этого. Сражались. И, наконец, добились такого результата. Да, в Австрии, возможно, тренер даст кому-то отдохнуть. Но мы еще не в отпуске. У нас две важные игры в чемпионате Украины. И нам нужны две победы. Результат позитивный. Мы выиграли и добились хорошего результата. Но останавливаться нельзя. Немного отдыха и вперед. Играть с Таврией. Гол Руссенборгу. Я не помню, как его забил. Просто ударил и мяч залетел. Получилось неплохо. Я даже на тренировках такое пробовать боюсь. Уверен, не получится. Первый тайм, наверное, Байер ушел. Ну, от обороны играл. Нам тяжеловато пришлось скрывать такую насыщенную оборону. Во втором тайме сразу забили. Легче стало. Я еще раз повторюсь, что очень тяжело скрывать такую насыщенную оборону. Тем более, все-таки немцы, они дисциплинированные, хорошо играли в обороне. Наверное, не давали нам разбежаться. А потом, я же верю, сразу мы забили гол в начале и стало легче. Было принципиально. Тренер настраивал, что это игра за первое место и надо занимать первое место. Мирон Багданович сказал, что наши полузащитники принимали в первом тайме мяч спиной к чужим воротам и сказал, чтобы развернули игру в ту сторону. Мы выиграли, теперь можно спокойно ехать в Вену. Но еще надо провести в чемпионате Украины две игры, так что мы настраиваемся на чемпионат Украины. Было сложно, но мы победили и считаю, что это закономерно. У нас великая команда и мы добились впечатляющего результата. После трех поражений в противостоянии это первая победа. Говорит это о том, что мы на правильном пути. Мы растем и как команда, и как клуб. И потом мы думаем, что мы на vacационном пути. Интерту, три инструменты.